Здорово! Первый по-настоящему жаркий летний день семья Дудниковых встречает на берегу озера. Говорят, специально выбрались в пятницу, ведь завтра здесь, скорее всего, будет не протолкнуться. Правда, купаться, как и большинство других отдыхающих, не спешат. Только слегка помочат ноги и возвращаются на берег. Еще пока не купаемся. Пока это... Рановато, мне кажется, еще. Так вот, чисто вот возле берега и все, а пока нет. Не прогрелась еще, не решает? Вот буквально, наверное, метра 3-4 прям хорошее тепло, а так туда, ну, пока нет. К середине, наверное, июля, возможно, да, а сейчас пока нет. Но для того, чтобы повременить с купанием, есть и другие причины. Заключение Роспотребнадзора о соответствии с санитарным нормам владельцы этого пляжа еще не получили. Об этом отдыхающих предупреждают и знаки. Пробы воды мы отобрали, сейчас мы ждем результатов исследования. То есть это все на процессе. Ежегодно мы проводим эти исследования, сейчас мы ждем заключения. А, ну, то есть заключения еще нет по качеству? На руках, на сегодняшний день у меня его нет. Но это крайне долгая история, то есть на это требуется время. Ежегодно, ну, около полутора месяцев на это все уходит. Всего в крае, по данным МЧС, сейчас официально открыты 8 пляжей. Из них в непосредственной близости от Красноярска два. Это Емельяновское озеро и Бархат-парк в Березовском районе. Еще два пляжа находятся в Железногорске, один в Шарыповском районе и три на карьере в Зеленогорске. Но без положительного заключения Роспотребнадзора, без опаски там можно разве что только позагорать. На городских пляжах красноярцев пока тоже ничего хорошего не ждет. Все они находятся в зоне подтопления. И, соответственно, об организации каких-то зон отдыха и купания речи быть не может. Тем не менее, есть те, кто, игнорируя все предупреждения, смело отправляются в воду. И делают это зря. Первая и главная причина – очевидный риск для жизни и здоровья. Неприятное дополнение – штраф от 500 до 1000 рублей за купание в запрещенных местах. Открытых пляжей в городе нет. Качеству воды на водоемах края есть вопросы, где же тогда искупаться. Многие красноярцы делают выбор в пользу открытых бассейнов. И с соображением удобства, и с соображением безопасности. Я на пляжах не купаюсь. Я как-то в детстве покупался. У меня там шрамы теперь на спине. Поэтому я больше фанат вот таких заведений. Чуть чистая вода пришла, покупался. Детишки бегают. Все красиво, все приятно. Знаете, сюда, чтобы попасть хорошо, надо приехать прямо с самого утра. А с самого утра, сами понимаете, встать не всегда получается. Поэтому стараюсь почаще, потому что лето у нас короткое. Стоит признать, за отдых на таких площадках придется все же заплатить. Стоимость отдыха в этом бассейне в Бобровом лагу варьируется от 280 рублей за вход для ребенка в вечернее время до 2500 рублей за день в зоне повышенной комфортности. В среднем по городу за отдых в бассейне вы отдадите 1000 рублей за полный день. Светлана Чернышевич, Николай Чистяков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова